Такая невеликая колькость удельников обумовлена тем, что парусный спорт в Украине культивуют только четыре спортшколы. Столичный из Дюшар и Республиканский центр Олимпийской патриотолки, Гродинская из Дюшар-Ньоман и Гомельская спортшкола Омега. Споборничали хлопцы и девчаты в трех классах. Лазер-шатыры-7, оптимист и кадет. Як смены провели 10 гонок. Головная задача – передолить дистанцию по певной траектории, як мага худшей. Сдаётся всё просто. Однако правилов и нюансов у парусном спорте не мало. И их необходимо строго выконовать и улишивать, пока ранним может быть дисквалификация. Основное, где могут получить штрафы – это за нарушение 42-го правила. Это средства движения. То есть они должны честно пользоваться своим парусом. В пределах правил не размахивать им, не раскачивать лодку, не грести рулём на старте. За этим у нас специальный председательный комитет есть и ампайеров, которые следят за соблюдением этого правила. Также можно получить не штраф, а взяв фальстарт. То есть придётся вернуться и начать заново, когда все уже пойдут вперёд. Команда Республиканского центра Олимпийской подрыхтоки по парусным спорте приехала на споборничество у Гомель у якости фаворита. В минулом году яна выиграла спартакеяду. У гэтым планы такие же. Правда, команда серьёзно обновилась. Есть новички везде, в зависимости от возрастных показателей. Где-то приводятся спортсмены более молодые. Приводятся спортсмены те, которые были в прошлом году. За прошлым годом мы тоже выиграли. Поэтому спортсмены практически 50% нового состава. Мы всегда стараемся приезжать сюда за победы, но, как в любом виде спорта, всегда побеждает сильнейший. Поэтому, что будет в этом году, покажет практики. Вода и ветер расставили всё по своих местах. У гэтым годзе спортсмены центра Олимпийской подрыхтоки стали только третьими у агульным заликом. Пермагла команда столичная из Дюшар. Выхованцы из Дюшар Нёман с Гродно стали другими. А вось до Гомельшан родная вода была не гэтак доброзычлива. Господары разместилися на шосьвёртым родку. Радуя, что гомельшане поспехово выступили у самым худким классе «Лазер 4.7». Игорь Коробко стал переможцем. На родок нижей у выниковом протоколе разместилась шерна выхованка дитяши юнацкой спортивной школы «Омега» София Мядзведева. Максим Савин, Дмитрий Котов, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель».